В эфире телекомпания «Город» программа «Время говорить». Здравствуйте! В сегодняшнем выпуске наши авторы расскажут вам о самых интересных и важных событиях, которые произошли за минувшие выходные и в первый рабочий день этой недели. Коротко о самых главных. Губернатор ответил на вопросы рязанцев. Прием граждан прошел в минувшую пятницу. В медицинском университете прошел день открытых дверей. Полицейские продолжают свои рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства. Ну а теперь обо всем подробнее. 3 апреля губернатор Олег Ковалев провел личный прием граждан. Вопросов жителей области к главе региона было много. Касались они развития инфраструктуры, поселковых пунктов, работы с ветеранами Великой Отечественной войны, а также благоустройства дворовых территорий, ремонта дорог. Подробнее в материале Натальи Новиковой. В ходе личного приема губернатор Олег Ковалев, рассмотрев обращение жителей на деревню Игнатово-Старожиловского района с просьбой о газификации населенного пункта, дал поручение провести в текущем году необходимые работы по строительству газораспределительных сетей в деревне и завершить их до начала отопительного сезона. Хорошо, сделаем в этом году, надо отопительному сезону сделать. Почему? Потому что люди сейчас вот у нас вообще, я ставлю всегда задачу, чтобы вся газификация, которая по воду идет, вводилась до отопительного сезона. Также к губернатору обратился участник Великой Отечественной войны с просьбой предоставить путевку на санаторно-курортное лечение. Олег Ковалев поручил незамедлительно решить этот вопрос. Кроме того, на личном приеме губернатора Рязанской области был рассмотрен вопрос о реконструкции изношенной водопроводной сети в поселке Красный Озерок Сараевского района. Олег Ковалев дал поручение министерству ТЭК и ЖКХ региона предусмотреть соответствующее финансирование и провести до конца текущего года необходимые работы по реконструкции водопровода. Вместе с тем был положительно решен вопрос о ремонте в Касимовском районе участка автодороги Москва-Егоревск-Тума-Касимов. Посмотреть эффективно, чтобы использовать те небольшие деньги дорожного фонда, которые стали в муниципалитетах появляться, чтобы провести ямочный ремонт. Не знаю, что это такое, работал у нас в Минтрансе, поэтому, пожалуйста, обрати на это внимание. Хорошо? Хорошо. Значит, ну вот будем надеяться, 4 километра они этой дороги сделают. В выходные студентам Рязанского государственного медуниверситета было не до отдыха. В стенах их альмаматор проходило немало интересных и важных мероприятий. К примеру, в субботу состоялся традиционный день открытых дверей, который был посвящен сразу двум вузовским событиям – скорому выпуску будущих специалистов и знакомству с вузом абитуриентов, которые смогли узнать о нем больше. В Рязанском государственном медицинском университете имени академика Павлова состоялся день открытых дверей. И судя по количеству пришедших в этот день абитуриентов и их родителей, профессия врача сейчас пользуется большой популярностью среди молодежи. А чем тебя привлекает именно Рязанский медицинский университет? Ну, во-первых, я сама живу в Рязанской области, и я с детского сада очень хочу стать врачом. А каким врачом? Идиатором детским. А почему именно будет детским? Ну, эту профессию я для себя недавно выбрала, ну, привлекает больше всех остальных. Нет, я смотрю только на медицинский, потому что хочу стать врачом. Каким? Косметологом, наверное. В будущем я хочу поступить на хирурга. И Рязанский университет, он очень хороший, отзывы о нем очень хорошие. Да, и поступить в него у меня есть все шансы. Кстати, посетить Рязанский медуниверситет в День открытых дверей приехали абитуриенты, в том числе и из соседних регионов России. Для них преподаватели устроили экскурсии по кафедрам вуза, научным лабораториям и симуляционному центру. Два главных события для всех вузов в году. Это выпуск и прием. Очень важно выпустить квалифицированных специалистов. Это главная задача. Но и набрать ребят, которые смогут стать квалифицированными специалистами. Для этого проводится День открытых дверей. Мы показываем наш вуз, мы приглашаем наших друзей. Министерство здравоохранения, Росздравнадзор, Территориальное управление Роспотребнадзор, коллеги, главные врачи здесь. Очень много тех, которые сейчас определяют лицо нашего здравоохранения, нашей всей медицины. Мы хотим смотивировать ребят, чтобы они поняли, куда они приходят, в какой университет, и какая на них ложится ответственность, когда они примут решение выбрать профессию врача, провизора, стоматолога, клинического психолога. Поэтому сегодня такое мероприятие, оно крайне важное, крайне ответственное для нас. Мы надеемся, что оно пройдет хорошо. Вы видите, гостей у нас много, и это нас очень радует. Конечно, учеба в медицинском вузе довольно тяжелое и ответственное дело. Зато после овладения навыками врачебной профессии для молодых специалистов рабочее место в рязанских больницах и поликлиниках наверняка найдется. С этого года поставили себе конкретную задачу практически не потерять ни одного, скажем так, студента-выпускника, чтобы те ребята, которые учились, особенно солевики, откуда их направляли, все вернулись в свои муниципальные образования, стали теми врачами, профиль которых они освоили. И я вам скажу, сегодня я просто очень удовлетворен, потому что здесь собрались все ведущие главные врачи, ведущих наших клиник. Много приехало главных врачей из отдаленных больниц, как крупных, так и не крупных. Вот, поэтому все мы заинтересованы в том, чтобы наше здравоохранение, здравоохранение нашей области получило, скажем так, молодую силу, молодой приток. Помимо медицинских специальностей, в Рязанском медицинском университете хорошо развиты и внеучебные дисциплины. В ВУЗе создана отличная спортивная материально-техническая база. Ребята занимаются в многочисленных секциях. А университетская команда рязанских студентов-медиков регулярно участвует и побеждает на различных, в том числе и всероссийских турнирах. Еще одним ярким событием в жизни студентов-медиков стал Всероссийский спортивный фестиваль. Соревновались между собой 600 спортсменов из 38 медицинских и фармацевтических вузов России. Студенты боролись за призовые места в таких видах спорта, как настольный теннис, плавание, многоборье, дартс, волейбол, шахматы, стритбол, бадминтон и гиревой спорт. Отряз ГМУ в соревнованиях приняли участие 12 команд. Всероссийский фестиваль спорта студентов-медицинских и фармацевтических вузов проходил на базе Рязанского медицинского госуниверситета с 3 по 5 апреля. В воскресенье в торжественной обстановке были подведены итоги соревнований, а также состоялась церемония награждения победителей. В программу фестиваля входили состязания по 9 видам спорта. Мероприятие проходило под эгидой Минздрава России и Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов. Поэтому для Рязанского медицинского университета, как и для медицинского сообщества всей страны, фестиваль стал знаковым событием. Знаете, я просто восхищен. Вот, честно говоря, три дня провел здесь в медуниверситете и получил просто огромное счастье. И нахлынули воспоминания студенческих лет, когда все это уже было и потом куда-то ушло. И сейчас, когда все это возвращается, в виде вот этих ребят, которые успешно совмещают учебу и, скажем так, спортивные вот эти состязания, я думаю, что вот из этих конкретно ребят получатся очень хорошие специалисты, которые воспитают в себе и твердость, и мужество, и самое главное чувство командности, которое необходимо очень в медицинской профессии. Организовать фестиваль такого масштаба – задача не из легких. Как отметил ректор РязГМУ Роман Калинин, работа, тем не менее, шла легко. Руководству вуза удалось не только обеспечить для своих гостей комфортные условия пребывания, но и организовать интересную культурную программу. Мы хотели действительно сделать праздник спорта в нашем университете в Рязани, сделать праздник спорта для тех ребят, которые приехали, в том числе из Дальнего Востока, то есть у нас от восточных границ до западных здесь все вузы, все представители. Ребята успели посмотреть Константинова, посмотреть Рязань, подружиться. Поэтому это действительно был праздник. Нам не было тяжело, нам было очень приятно, что нам доверили эту честь организации, и я надеюсь, что мы действительно с ней справились. Гости спортивного фестиваля рязанским гостеприимством остались очень довольны. Мне очень понравился город, люди, атмосфера, уровень соревнований тоже очень высокий. В этом году уровень по мужскому волейболу, не могу судить от других видов спорта, но очень высокий. Организация на высшем уровне. По вашему мнению, насколько важны такие мероприятия для нашей молодежи? Очень важны. Они развиваются, получают, появляется много друзей, знакомых из разных городов. Я считаю, что это очень полезное мероприятие. Во-первых, это поднимает спортивный дух, спортивный уровень спортсменов и вообще участников соревнований. Также это способствует сплочению всех студентов разных вузов, то есть объединяет Россию вместе. А это одна из основных задач, мне кажется, студенческого сообщества. Ну а результаты спортивных соревнований таковы в общекомандном зачете. Победителями стала команда хозяев фестиваля. На втором месте представители Волгоградского государственного медицинского университета. Бронза у первого московского государственного медуниверситета. Церемония завершилась прощанием спортсменов, которые успели за выходные дни найти друзей из других городов. Совместными фотографиями и пожеланиями скорой встречи. К другим новостям. Граница не на замке, а это значит, что рейды полицейских по выявлению нарушений миграционного законодательства будут продолжаться. На этот раз сотрудники правопорядка прозондировали рынки и торговые центры Московского района. О результатах работы силовиков в следующем сюжете. Стоит отметить, что еще с начала этого года законодательство в отношении нежелательных для пребывания граждан сопредельных с Россией стран значительно ужесточилось. Теперь мигранту за любое правонарушение грозит лишь одно наказание – депортация к себе на родину. А нынешний свой рейд по выявлению мигрантов рязанские полицейские провели на рынках и торговых центрах Московского района. И обнаружили внутри торговых площадей 40 иностранных граждан, которые не смогли подтвердить законность своего пребывания на территории России. По нелегальной миграции было составлено 4 административных протокола. Данные протоколы подлежат исполнению в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации. На задержанных мигрантов составлены протоколы за нарушение миграционного законодательства. Утро понедельника принесло неприятный сюрприз для рязанских полицейских. Именно на месте правонарушения были задержаны двое молодых рязанцев, которые у дома номер 58 по Первомайскому проспекту выкладывали на тротуаре из кирпичиков тротуарной плитки фашистскую свастику. Полицейские были сильно встревожены произошедшим. Ведь действия, которые квалифицируются как публичные демонстрирования нацистской символики, совершались в центре города средь бела дня, и никто из мимо проходивших граждан не среагировал, не усовестил парней или просто не сообщил об инциденте в правоохранительные органы. Рязанские полицейские в центре города задержали двоих молодых мужчин, которые занимались выкладыванием на тротуарной плитке знака свастики. Инцидент произошел возле дома в Первомайскому проспекту, где шли ремонтные работы на тротуаре. Двое молодых людей 24 и 25 лет, используя плитку, выложили на пешеходной дорожке фашистский знак. Свой поступок задержанные внятно объяснить не смогли. Оказалось, что оба молодых человека являются безработными. А на творческий порыв они решились, чтобы отвлечься от компьютерных игр. Мы просто, ну не знаю, скучно было, пока ждали, и так занимались, не знаю, ерундой. Можно так сказать. Ну и у вас что получилось в конце концов? В конце концов у нас получилось типа свастика. Честно, из шуточных таких побуждений. Вот, рельпинали, кирпичики вот эти. Ну и так вот, вроде как получилось, не очень хорошие дела. Что получилось в конфликтах? Какой-то знак, символ такой, дурацкий. Особое удивление у полицейских вызвал тот факт, что все это совершалось в центре города средь бела дня. И никто из мимо проходивших граждан не среагировал или просто не сообщил о происшествии в правоохранительные органы. Были в последующем привлечены к административной ответственности по статье 20.3, часть 1. Это публичное демонстрирование фашистской атрибутики, либо символики. Хотелось бы напомнить жителям города Рязани, что по статье 20.3 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрен штраф в крупном размере, либо арест до 15 суток. За такие художества молодые люди довольно легко отделались. Суд назначил им по 2000 рублей штрафа каждому. Еще один сюжет от рязанских силовиков, на этот раз от дорожных полицейских, которые в выходные дни традиционно проводили рейды, направленные на выявление нетрезвых автомобилистов. Также автоинспекторы рассказали подробности страшной аварии, которая произошла в субботу на Южном Промузле. Очередная авария произошла в Шиловском районе. В субботу ночью на автодороге Ряжск-Касимов-Нижний Новгород водитель «Жигулей» 12-й модели выехал навстречу, где совершил лобовое столкновение с «Ладой» 7-й модели. В результате происшествия оба водителя, а также 18-летний пассажир 12-й модели «Жигулей», находившийся в момент ДТП на заднем пассажирском сидении за водителем, от полученных травм скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Еще три пассажира 12-й модели «Жигулей» в состоянии алкогольного опьянения с травмами различной степени тяжести доставлены в Шиловскую центральную районную больницу. Также в тяжелом состоянии с множественными травмами в больницу доставлен пассажир 7-й модели «Жигулей», 31-летний житель города Москва. Вечером 4 апреля на улице Щерса 29-летняя девушка, управляя автомобилем «Ладой» 12-й модели, при движении не справилась с управлением и врезалась в опору моста. На ликвидацию ДТП выезжали пять спасателей. В результате происшествия женщина получила закрытый перелом груди, с которым была доставлена в БСМП. Ее мать, которая находилась в автомобиле в качестве пассажира, на переднем пассажирском сидении от полученных травм скончалась на месте происшествия. В воскресенье в селе Незнанного Кораблинского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль «Кия», за рулем которого находился участковый из Ряжска, двигался по главной дороге. Полицейский находился вне службы и направлялся в областной центр. В это время выезжавший со второстепенной дороги водитель «Рено» не предоставил преимущества иномарке. В результате происшествия пострадал водитель автомобиля «Кия-Ария». Медицинская помощь ему была оказана на месте происшествия. Также получил травмы житель деревни «Слободка» Кораблинского района, который ехал в качестве пассажира в автомобиле «Рено Сафран». С травмами он госпитализирован в больницу. При освидетельствовании водителя автомобиля «Кия-Ария» на состояние алкогольного опьянения установлено 1,06 млр. алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Традиционные рейды, направленные на выявление пьяных автомобилистов, прошли и в минувшие выходные. По итогам рейда нетрезвый водитель на дорогах области автополицейские выявили 50 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Еще 4 водителя отказались от законного требования сотрудников полиции о прохождении освидетельствования на состояние опьянения. Всего за неделю на дорогах области выявлено 95 нетрезвых водителей. На сегодня это все новости дали в эфире, как обычно, программа подробностей. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро на Рязанских кабельных. Всего доброго! Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания